Всем привет! С вами Иван Огут. Сегодня я хочу показывать вам партию, которая состоялась у меня на Отелло Квест. Я играл черными. Был разыгран для начала стандартный дебют. Здесь вариация на F6. Я отвечаю на F3. Здесь уклиниваясь на D2, потому что доступ на D2 у противника с двух точек сразу. И отсюда и отсюда убрать его другим способом не получится. Надо самому занимать. Дальше здесь, казалось бы, есть ход на A3 неплохой. Здесь вся диагональ белая. Эта фишка не перевнется. Но из-за того, что есть фишка на C2, у противника есть доступ на A4. И он туда вклинится, если я пойду на A3. Поэтому я сначала убираю доступ на A4 ходом на C1. Убрал. Здесь противник сыграл на E1. Видим, что ходом на A3 я уберу также доступ на D1. У меня будут контроли за этой клеткой тоже. И я занимаю A3. Контролирую и A4, и D1. Дальше у меня были варианты либо сыграть на G3, либо сыграть на D1. Ответ на F1. G1. Несбалансированная сторона. Но зато по темпу выигрыша ему надо играть куда-то еще. Но я решил сыграть на A4. Сделал себе сбалансированную сторону. В принципе, такая позиция на стороне не очень хороша, потому что потенциально есть два темпа у противника. Сначала, например, B7, потом на A7. То есть клетка на A7, если я после хода на B7 перехватываю диагональ и потом беру A8, его темп на A7 остается. Здесь я держу. Тоже темпы. Хода на D7 нету. Здесь и черная. У него вариант либо играть на F1, либо отдавать мне диагональ B7 или B2 с потенциальным доступом в угол. Играет на B7. Я здесь перехватываю и его ответ на A7. Он пользуется вторым темпом, играет на A7. Если я сейчас возьму на A8, то по темпу у него будет преимущество. Мне придется... То есть я играю на A8, он ходит на E7. И дальше мне тут надо что-то наигрывать дополнительно. Поэтому я на A8 не хожу. Я играю на D1. Ожидаю ответа на F1. Да, и противник так и сделал. Пошел на F1. Я использую здесь тихий ход на F7. Он стал тихим теперь из-за того, что здесь перевернутый весь столб белый. И теперь противник должен играть либо в этой зоне. Я ожидал хода на F8, который не дает мне в этой зоне лишних темпов. Либо играть здесь. Он решил сыграть наверху. И здесь у меня в принципе много хороших ходов. Ход на G6 с точки зрения программы здесь является оптимальным. Но я посмотрев на позицию, решил, что мне важно взять паритет в этой области и сыграл на B2. Дальше противник взял на A1. Я вклинился на A2. Держу здесь. Контролирую ситуацию. И после хода на F8 видим, что вот этим ходом на G5 я полностью перевернул диагональ. И у него нет доступа на G3. Ему надо наиграть этот доступ. И здесь у меня опять есть хороший ход на G5. Получаю я себе доступ на E7. Сюда я не спешу играть. Другой мне по темпу что-нибудь хорошее наиграет. И здесь у него другого варианта нет, кроме как играет на в эту зону. У меня появляется хороший ход на E7. Я его делаю. И дальше тут доигрывание. Ход на E8. Здесь можно уже взять угол, потому что когда мне ответят, я могу съесть сразу всю сторону. И здесь у него нет хороших ходов. Он должен отдавать мне этот угол, всю сторону. И мне этого хватает для убедительной победы. Итак, что я хотел в этой партии подчеркнуть. То есть здесь у противника была ошибка в розыгрыше дебюта. Игра на E1 здесь была для него очень печально. Потому что мой ход на ответ на A3 сразу лишил его двух темпов. здесь ему следовало сыграть, к примеру, на D7. То есть дальше мог бы быть розыгрыш, предположим, то же самое A3. Так, так. И здесь уже чуть интереснее ситуация для белых. То есть, например, так. Дальше, если разыгрываем здесь, то вот видите, приходится черным раскрывать темпы и давать первым возможности для игры. Вот, например, так. Можем вообще на B2 сыграть. здесь здесь еще интереснее все. Ну, вот такой мог бы быть розыгрыш. Непонятно, к чему это все приведет при доигрывании. так, стоп, это плохой ход. черный поворотно, черный играет сюда, белых есть вот сюда. Вот здесь видите, ошибка черных, белые вклинились и у черных уже все плохо. И вот, например, черные проиграли. Так расклад событий мог бы быть но дебютная ошибка и сразу для белых розыгрыш серьезно усложнился. На этом все. Всем спасибо за внимание.